Всем добрый день, кто подключился на наше информационно-обучающее мероприятие. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич. Мы сегодня с вами вновь поговорим о программе энергоэффективного капитального ремонта организованной фонда содействия реформирования ЖКХ. Сразу же хочу вам рассказать последние новости в плане того, что все руководящие должности, наблюдательный совет, попечительский совет, генеральный директор, управленческий сформирован в фонде развития территорий. Объединение фонда содействия реформирования ЖКХ и фонда обманутых дольщиков произошло. Теперь основной общий фонд, который занимается распределением денежных средств по регионам, по разным программам, называется фонд развития территорий. Сейчас решаются вопросы объема финансирования на энергоэффективный капитальный ремонт. Сейчас, одну секундочку. Вопрос финансирования решается на энергоэффективный капитальный ремонт. Мы со своей стороны эксперты Самарской области подготовили письмо и отправляем его в адрес министерства. Напоминаю, что у нас уже порядка 30 многоквартирных домов с огромной долей вероятности попадают в эту программу. Напоминаю, что 4 многоквартирных дома у нас ранее уже попали в эту программу, получили фактическое возмещение денежных средств на свои специальные счета, счета, на открытые по накоплению денежных средств по капитальному ремонту. Думаю, все вы знаете, что можно у нас копить денежные средства для капитального ремонта или по капитальному ремонту. В фонде капитального ремонта Самарской области в общем котле. Либо решением общего собрания вы можете открыть специальный счет, определить уполномоченного, определить, где этот специальный счет, в каком банке будет открыт. И уже через год в полном объеме ранее уплаченные денежные средства вам все приходят на ваш специальный счет. И вы можете уже их осваивать. Ну, как мы ранее говорили, в мероприятиях, ранее проведенных для вас, они находятся на официальной страничке в Ютьюбе Квалифационного центра при Министерстве энергетики и ЖКХ. И данное мероприятие, которое сейчас идет в записи, будет размещено там оперативно. Поэтому вы можете ознакомиться, как открыть специальный счет, потому что есть действительно свои особенности. есть плюсы и минусы в этих процессах. И действительно там существуют это все-таки деньги, есть экономика. Нужно все грамотно посчитать, подумать и вынести этот вопрос на решение всего общего собрания собственников жилья. Только в таком случае возможен перевод денежных средств. Итак, я как сказал, нами идет огромная работа, в том числе, нас подключаются, прошу прощения, немножко отвлекаю, огромная работа о том с собственниками, и притом это для вас совершенно бесплатно. Как к этой программе подойти, подходит ли многоквартирный дом для участия в программе. Могу сказать, если у вас уже открыт специальный счет, если у вас стоят приборы учета на электроэнергию, на тепловую энергию, выключил, то вы уже, скажем так, с большой долей вероятности можете попасть в эту программу. Для того, чтобы понять, как попасть, что сделать, вообще обратить внимание на эту программу. Вы знаете, что в Коалификационном центре разработаны методические материалы, и буклеты, и брошюры по энергоэффективному капитальному ремонту. И новое еще, он хотел обратить ваше внимание, сейчас включу демонстрацию экрана, для что мы, эксперты, аттестованные перед фондом, и наши единомышленники и коллеги создали какой ресурс именно для вас. Итак, ресурс правовой, информационный, обучающий, просто ЖКХ-контроль, как я думаю, все знаете, что мы работаем совместно с ЖКХ-контролем, это федеральная структура, которая работает напрямую с фондом, поэтому у нас самая оперативная информация появляется. Так вот, мы для вас этот ресурс сделали, и вы можете здесь, кроме того, также по ссылке пройти, посмотреть все обучающие мероприятия, которые были для вас ранее проведены. Можете высказать свое мнение по работе управляющей компании, можете высказать свое мнение, сейчас в данный момент происходит по переходу с 1.12 тепловой энергии на 1.7, свое мнение по этому поводу. И как вы видите, у нас есть обратная связь, в частности вкладки энергоэффективный капитальный ремонт, как сегодня по нашей тематике, здесь все подробно, первично для обычного для нас с вами собственника, русским языком разложено, какие преимущества, какие минусы возможны, и что вы можете добиться, и какой капитальный ремонт является энергоэффективным капитальным ремонтом, и тому подобное, и так далее. Как подойти к организации энергоэффективного капитального ремонта, и какая экономия в цифрах, это все уже по фактическим расчетам у нас утверждено, это все происходит бесплатно, и вы можете здесь же на сайте пройти, скажем так, оставить заявку для оценки потенциала энергосбережений вашего дома. Мы, эксперты, с вами свяжемся. Экспресс-оценку по дому можно провести достаточно оперативно, который, скажу, опять же, из нее сразу же видно с большой долей вероятности, подходит ли ваш многоквартирный дом для участия сейчас в программе. Но есть и такие многоквартирные дома, которые обращаются, к которым нужно провести определенные какие-то действия. Например, все есть, но нет еще специального счета. Мы знаем, что переход на специальный счет и денежные средства – это порядка года. А через год вы можете приступить к этой программе. А у нас пока на данный момент программа рассчитана до 2025 года. Поэтому здесь нужно максимально подойти к этому вопросу. Вопрос связан с капитальным ремонтом для МКД, и он у нас проходит точно нечасто, но нельзя сказать и редко, но он планово проходит. Но промежуток между работами по капитальному ремонту достаточно существенный. Поэтому к этому мероприятию и к расходованию денежных средств нужно отнестись максимально серьезно. Кроме того, у нас помогаем, обращения идут, и мы все-таки дошли до того, и мы работаем с экспертом по сметам. Если у вас есть сомнения, скажем так, и вы хотите оценить смету, предложенную вам подрядной организацией, мы можем это сделать. Какие индексы заложены, какие цены и тому подобное. Мы все понимаем, что в данных сметах немногие председатели Советов МКД, председатели ТСЖ умеют работать, и здесь мы оказываем свою поддержку, свою помощь. Дальше при работах по энергоэффективному капитальному ремонту вы можете также попросить, чтобы наши эксперты к вам приехали на объект и осуществляли строительный контроль за осуществлением работ подрядной организации. Вот я хочу для вас сейчас самый сезон уже подходить к вопросу капитального ремонта. Есть программа федеральной энергоэффективного капитального ремонта, по которому вы можете получить возмещение, подойти к нему правильно, получить дополнительные денежные средства. Очень прошу вас, обратите на это внимание, изучите эту программку, обратитесь к нам, мы вам подскажем. Подходит дом? Хорошо. Нужно пытаться попасть в программу. Получить дополнительные денежные средства и потом их потратить на наш многоквартирный дом. Я думаю, это всем будет приятно, всем собственникам, проживающим в этом доме. Вот с таким посылом обращаюсь к вам. Много мы уже говорим по этой программе, но она действительно живая, животрепещущая, она востребована. И сейчас я бы хотел еще передать слово Александру Петровичу Костюнину, эксперту фонда, для того, чтобы он непосредственно занимается глубокими расчетами и подачей документов и организацией этих процессов в сам фонд. Александр Петрович, расскажи, что у нас сейчас нового на данный момент и какую информацию ты хотел бы донести до собственников, проживающих на территории Самарской области. Спасибо. Вам слово, Александр Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Игорь Анатольевич. О чем бы сегодня хотелось поговорить? Ну, во-первых, вкратце о программе «Энергоэффективный капитальный ремонт». Напоминаю, она утверждена постановлением правительства Российской Федерации номер 18 от 17 января 2017 года. Подробно, скажем так, ну не подробно, а вкратце об этой программе. Мы на прошлом вебинаре в пятницу уже как бы все вопросы осветили. В целом, чтобы узнать об этой программе, достаточно просмотреть эту запись. Она есть на сайте Квалификационного центра ЖКХ энергетики. В ближайшее время эта запись непосредственно будет прикреплена к нашему сайту, где вы ее сможете посмотреть и понять в целом о том, что это за программа, как она работает и, скажем так, что она из себя в целом представляет. О чем бы сегодня хотелось поговорить? Ну, в первую очередь, давайте затронем момент такой очень важный, как вам, да, собственникам многоквартирных домов, председателю совета, председателям совета домов, советам многоквартирных домов, понять, подходите вы под эту программу или нет. Поэтому начнем по порядку, да. По каким условиям дом может попасть в программу? Первое. Дом не является аварийным, не подлежит сносу. Вот. Это пока единственная причина, которая может остановить, скажем так, дом по участию в программе. Ограничения по возрасту уже два года как сняты для многоквартирных домов, что было у нас там указано в старой мерсе методических пособий. Поэтому это уже, в принципе, не важно. Второе. На доме в обязательном порядке должен быть специальный счет для накопления денежных средств на капитальный ремонт. А почему это важно? Потому что условия программы подразумевают то, что возврат, возмещение затрат на энергоэффективный капитальный ремонт будет происходить прямым перечислением денежных средств. И, соответственно, потому как деньги перечисляются на спецсчет, далее вы этими деньгами можете пользоваться, скажем так, уже на свое усмотрение и тратить их на другие мероприятия в рамках капитального ремонта. Третий немаловажный аспект – оценка потенциала энергоэффективности и проведение расчетов в целом, и понимание того, какую экономию можно достичь на конкретном многоквартирном доме. Это все идет на основании показаний общедомовых приборов учета. Напоминаю, оценивается три ресурса. Это тепловая энергия на отопление, тепловая энергия на ГВС, горячее водоснабжение, и электроэнергия на общедомовые нужды. Соответственно, по этим трем ресурсам. Третье условие – это на доме должны стоять общедомовые приборы учета. По этим трем ресурсам. Ну, по тепловой энергии он может быть один на совместный учет и, соответственно, по электроэнергии на общедомовые нужды. Значит, эти приборы должны быть поверены, исправны, и их показания должны приниматься ресурсоснабжающими организациями. Непрерывно это должно происходить не менее года. То есть исходным отчетным периодом берется годовой период потребления данных трех ресурсов. Поэтому наличие общедомовых приборов тоже обязательно. Четвертый очень важный момент – это то, что все эти ресурсы – это тепловая энергия на отопление на ГВС, электроэнергия на ОДН – должны поступать в дом извне. Это очень важный момент. То есть если у вас на доме стоит газовая котельная, то есть вы потребляете извне газ и электроэнергию, то вы под программу не попадаете. То есть тепловая энергия должна поставляться вам поставщиком тепловой энергии. Соответственно, у нас это плюс, и с ближайшей котельной к вам должен поступать на дом теплоносителя. И, соответственно, приборы учета должны это фиксировать. Это как бы самые главные и основные условия, по которым можно участвовать в этой программе. То есть если все эти условия у вас совпадают, ради бога, вы можете участвовать в программе, вы можете смело ее подробно изучать, обращаться к нам. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Далее. Для того, чтобы нам, экспертам, понять, какова вероятность того, что дом попадет в программу при соблюдении тех условий, которые я ранее озвучил, нужно провести, скажем так, предварительную экспресс-оценку. На данный момент, используя наш двухлетний опыт работы, мы оцениваем дом по, скажем так, двум методикам. Первая методика – это экспресс-оценка непосредственно в рамках 18-го постановления правительства Российской Федерации. По этой экспресс-оценке будет достоверно известна, ну, не достоверно, а, скажем так, в первом приближении и очень грубо. Будет известно, если у вас превышение потребления ресурсов на доме и способен ли энергоэффективный капитальный ремонт вам в этом помочь. Там присваивается расчетный класс энергоэффективности дома до проведения энергоэффективных мероприятий. Класс этот может быть абсолютно разный, необязательно низший, потому как там еще соотносятся такие параметры, как год постройки дома, какие ограждающие конструкции, то есть материал стен, окон, дверей и так далее. То есть все эти предварительные информации, вся эта, она позволяет понять, какой класс энергоэффективности на данный момент сейчас на доме. Если их сопоставить, скажем так, то можно понять, есть ли потенциал вообще энергоэффективности. И, соответственно, также можно будет понять, какие мероприятия предварительно, возможно, нужно будет сделать на доме для того, чтобы дом смог участвовать в этой программе. Вот. По условиям вкратце все. Значит, если вы пройдете по форме обратной связи на страничке энергоэффективности, сделайте запрос нам в ЖКХ-контроль. Соответственно, кто-то из экспертов обязательно с вами свяжется. Скорее всего, это буду я. Вот. И, соответственно, мы подробно вам расскажем, как и какую анкетку заполнять и какие параметры нужно предоставить для того, чтобы мы правильно и качественно предварительно оценили ваш дом по потенциалу участия в программе. Совместно, ну, кроме экспресс-оценки, можно еще, ну, в обязательном порядке кто-то из наших специалистов, скорее всего, предварительно приедет на объект и вживую визуально посмотрит, скажем так, состояние объекта, состояние его инженерных сетей, если получится организовать комендоуство в состоянии ограждающих конструкций, потому что это тоже важно для того, чтобы сделать заключение, даже имея экспресс-оценку. Далее. Очень важный момент. У нас достаточно много обращений появляется по этому поводу, да, когда собственники говорят, что они достаточно много платят за коммунальные ресурсы. в частности за... Поэтому мы, эксперты, еще проводим дополнительную оценку по другой методике. в ней мы оцениваем количество, скажем так, платы, вернее, величину платы за тепловую энергию и электроэнергию на ОДН на квадратный метр общей площади живых и неживых помещений в месяц. Этот показатель мы рассчитываем и, соответственно, сравниваем его с теми показателями, с теми нормами, которые существуют у нас в Самарской области. То есть в привязке к конкретным тарифам на тепловую энергию и электроэнергию на ОДН в конкретном городе. То есть у нас уже собрана статистика, да, как Игорь Анатольевич говорил, мы, скажем так, уже порядка 30 домов, если быть точным, пока 29, 30 на подходе, у нас однозначно пойдут в заявки в фонд. Совокупная сумма возмещения, которую предполагаем получить, составит порядка 56 миллионов рублей в среднем на дом получается где-то 1,9 миллиона. В принципе, эти цифры можно посмотреть у нас на сайте. Все основные показатели по результатам тех домов, которые были посчитаны, мы предоставили на сайте. Какие-то из параметров там будут добавляться в обязательном порядке. И, соответственно, вот эти вот циферки, они будут постоянно меняться в зависимости от того, как будет увеличиваться объем домов. И эти показатели мы будем тоже прибавлять и средние выводить на сайте в обязательном порядке показывать. Также в ближайшее время у нас на сайте появится счетчик, на котором будет четко видно, сколько домов участвует в программе, на каком этапе, сколько домов находится. И вы в оперативном порядке с нашего сайта будете получать эту информацию о ходе реализации программы энергоэффективный капитальный ремонт. Также хочу обратить внимание, что несмотря на, скажем так, такое существенное преимущество по участию в программе, как возмещение затрат на проведенные энергоэффективные мероприятия, вы получаете также значительные существенные плюсы в виде экономии на потреблении коммунальных ресурсов. Средний показатель на данный момент составляет приблизительно 6 рублей. Платить на 6 рублей меньше с квадратного метра в месяц, ну, не знаю, как я ранее говорил, для кого-то это не так много, для кого-то это существенные деньги. И с помощью проведения энергоэффективных мероприятий на квартирном доме таких показателей можно достичь. На некоторых домах такие показатели достигают 10-11 рублей. где-то они составляют 3-4, потому как заранее, за много лет до появления этой программы, собственники уже начали беспокоиться о состоянии потребления ресурсов на доме и какие-то энергоэффективные мероприятия провели ранее. Вот. Также я попрошу вас, всех, кто слушает меня сейчас, и тех, кто, скажем так, будет слушать в записи, по этой же форме обратной связи на сайте вы можете задать любой вопрос по этой программе. Если вы возьмете методичку, ознакомитесь с ней, у вас однозначно возникнут какие-то вопросы. Соответственно, по этим вопросам, эти вопросы, они, ну, даже прочитав, скажем так, все об этой программе, они не всегда понятны. Там достаточно много нюансов, на которые, скорее всего, вам смогут ответить только эксперты. И поэтому вот эти вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите нам на сайт, пишите на электронную почту. Мы эти вопросы будем консолидированно собирать, и на последующих вебинарах наиболее часто задаваемые вопросы мы обязательно будем освещать. Те вопросы, которые на данный момент сейчас достаточно часто звучат от собственников. Первое, это, и, ну, какие противоречия вообще возникают в ходе работы и реализации программы. Первое, о чем хочу напомнить, если на доме при начале участия в программе не стоит узел управления системы отопления с погодозависимым регулированием. Для того, чтобы попасть в программу, его надо обязательно поставить. То есть, если у вас после проведения энергоэффективных мероприятий не будет установлен узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием, коллеги, можно потише или отключите микрофон? Он не включается, не загружается, все, там, вот, вот, соответственно, если вы этот узел не поставите, вы в программе автоматически участвовать не сможете. Даже если вы добьетесь хорошей экономии, она действительно будет более 10%, выполните все требования, а прочие по энергоэффективности, которые вам будут рекомендованы в программе, вы все равно участвовать не сможете. На это прошу обратить внимание. Если у кого-то есть какие-то опасения по поводу того, что установка узла управления системы отопления, ну, автоматики погодного регулирования, говоря простым языком, приведет к тому, что не совсем качественно будет регулироваться распределение тепла внутри дома, да, и жители начнут мерзнуть, я вам скажу, что это не так. Практика показывает, что если на домах это оборудование правильно эксплуатируется, своевременно проводится его обслуживание, правильно оно настроено и проведены пусконаладочные работы, то эффект от этого более чем прекрасный, жителям проживать в таких домах комфортно, у них нету избытка тепла в квартирах, они не мерзнут, и как бы все прекрасно. Если у вас стоит уже узел и все равно какие-то проблемы возникают с тем, что как он работает, то тоже можете обращаться к нам, к экспертам. Мы обязательно съездим на ваш объект, посмотрим состояние узла, как он работает, и дадим точное заключение, почему он у вас, скажем так, не приносит такого результата, какой бы вы хотели. Поэтому на последующих вебинарах я постараюсь ответить на все наиболее часто задаваемые вопросы по этой программе, то есть мы переключимся уже на конкретику, и, соответственно, еще один момент, на котором бы я хотел остановиться, по домам, которые переходят на спецсчета, на накопление денежных средств на специальном счете. Смотрите, вот вы провели собрание, у вас появился протокол. Вам в обязательном порядке нужно сделать следующее, да, то есть вы в обязательном порядке этот же протокол, копию протокола направляете в Фонд капитального ремонта Самарской области для того, чтобы их об этом уведомить. Потому как отсчет вот этих 12 месяцев по переводу денежных средств на ваш специальный счет, он начинается как раз с момента, когда это уведомление получено Фондом капитального ремонта. Обращая на это внимание, ранее у нас были такие ситуации, когда многоквартирные дома проголосовали за спецсчета, забыли уведомить об этом Фонд капитального ремонта и, соответственно, перевод денежных средств к нему, специальный счет из фонда отодвигался не на год, а на полтора и даже в некоторых случаях на два года. Поэтому обязательно это нужно сделать. После того, где-то за 3-4 месяца, до того, как деньги будут перечислены на ваш специальный счет, в принципе, в этот момент вы уже можете связываться с экспертами, подавать свои данные для экспресс-оценки своего дома. В этом случае будет проведена экспресс-оценка. Вы уже к этому моменту будете знать, какой объем денежных средств на специальном счете у вас появится. и, соответственно, за этот период три месяца можно будет спокойно обследовать ваш объект, провести детальные расчеты и подготовить общее собрание на проведение работ по энергоэффективному капитальному ремонту. И, соответственно, как только деньги поступят на специальный счет, вы уже сможете спокойно запускать голосование. Предварительно можно будет поработать с собственниками, поработать с правлением дома, для того, чтобы люди максимально четко понимали, в какую программу они попали и каких результатов им ожидать от нее. Напоминаю, что после детальных расчетов вы практически на 90% будете знать результаты вашего участия в программе. Да, там есть определенные моменты и нюансы, которые, скажем так, на которые ни эксперты, никто другой повлиять не могут. Это федеральная программа. Но они крайне и крайне минимальны. Далее мы, в принципе, с вас снимаем всю нагрузку по подготовке и подаче документов. То есть все документы для подачи заявки в фонд, все этапы прохождения документов от муниципалитетов, до самого фонда мы полностью сопровождаем и помогаем собственникам реализовать эту программу, не просто проведя расчет, но и доводим, скажем так, до ключевого результата поступления денежных средств на специальный счет. контроль. Поэтому если какие-то вопросы возникнут, форма обратной связи есть, есть телефон горячей линии ЖКХ контроль, можете мне на телефон звонить, запишите его, это 8 927 616 826 серьезный доклад о состоянии дела у нас на территории Самарской области по энергоэффективному капитальному ремонту, как к нему подойти, на что обратить внимание, какие сложности, и в принципе я думаю, что многим сейчас стало более понятно, что нужно обратить на все возможные нюансы при подготовке к капитальному ремонту. здесь наша заинтересованность в том, чтобы как можно денег больше федеральных пришли в наш регион. Эти денежные средства не затрагивают ни бюджет местный, ни областной бюджет, они переходят напрямую на специальный счет к вам из федерального бюджета. И чем больше таких денежных средств поступит в наш регион, мы будем, наверное, в нашем регионе будет более комфортно проживать. 56 миллионов на данный момент из прогнозной суммы возмещения, почти по 2 миллиона на каждый многоквартирный дом, я считаю это хорошими суммами, это существенно. Кроме того, при проведении капитального ремонта, грамотного капитального ремонта, увеличивается уровень комфорта проживания граждан, увеличивается стоимость квадратного метра жилья в этом многоквартирном доме, понижается, появляется экономия потребления коммунальных ресурсов, и в конечном итоге еще можно, говорят, дополнительно получить возмещение из федерального бюджета. Прошу всех обратить внимание на программу, связываться с нами, но только ленивый может не связаться дополнительно, много-много возможностей для вас создано. Думайте, обращайтесь, в любом случае, как у нас принято, ни одно обращение не останется без внимания. Ну, а на сегодня, наверное, заканчиваем. В случае появления вопросов, все контакты есть, через сайт, напрямую, просим обращаться, все разъясним, подскажем, поможем. Всем, кто подключился, спасибо. Всем, кто посмотрит записи, также спасибо. И от коллег тоже поступает слово спасибо. и в конечном итоге, наверное, сегодня завершаемся. И самое главное, наверное, хочу пожелать всем все-таки еще здоровья, будьте здоровы, ну, а с остальным все вместе справимся. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok